Это годичный цикл катехического наставления, 52 воскресенья в году, сегодня у нас 51 воскресенье, в следующий раз, Господь даст, это будет уже окончание по катехеису. Итак, воскресенье 51, вопрос 126, в чем состоит Пятое прошение? Пятое прошение, напоминаю, мы проходим молитву Отче наш, молитву Царства, молитву, которую Господь оставил ученикам своим, и Пятое прошение в этой молитве. Итак, в чем состоит Пятое прошение? И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. То есть, ради крови Христовой, не вмени нам, жалким грешникам, грехи наши и ту порочность, которые по сей день в нас пребывают. Ибо и сами мы, чувствуя в своих сердцах свидетельство Твоей благодати, твердо намерены от всей души прощать нашим обидчикам. Итак, это цитата из 6 главы Евангелия от Матфея, 6 глава, 12 стих. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Здесь несколько хотел бы остановиться на общем тоне и назначении этой молитвы. Все вместе откроем сейчас 6 главы Евангелия от Матфея, для того, чтобы несколько видеть контекст. Молитва Царства, молитва, которая у нас называется «Отче наш». Кстати, в западной традиции она часто называется «Молитва Господня», что, собственно говоря, неверно. Господь Сам этой молитвой не молился, у нас есть примеры других Его молитв. Эту молитву Он оставил ученикам Своим. А не Он молится этой молитвой, и этой молитве надлежит молиться ученикам, то есть нам, всех тех, кого Он призывает. Итак, когда ученики желают узнать от Него, как молиться, и Он дает им наставление о молитве, Он говорит о том, чтобы они уподоблялись язычникам, нету ни многословия, ни прибавляли слов, потому что язычники думают, что благодаря своему многословию будут услышаны, или каким-то повторениям. Вот, и Он дает нам образец этой совершенной молитвы. С 9 стиха Он говорит «Молитесь же так, Отче наш сущий на небеса». В обращении, в самом обращении, Господь говорит нам о том, что особые взаимоотношения, сыновные и дочерние, которые верующие имеют к Богу, они возможны только через Него. В другом месте написано «Никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня». «И не чтущий сына, не чтит отца, и не родившись свыше» – 3 глава Евангелия от Иоанна – «никто не может даже видеть Царство Божие». То есть, это молитва, которая принадлежит рожденным свыше, для которых отец, Бог, стал отцом, породив их Духом Святым через Иисуса Христа. Это молитва возрожденных, не тех, кто пришли только первым рождением, но тех, кто имеет второе рождение и рождение свыше, потому что для них Он Отец Небесный. Они Духом, излитым в сердцах их, взывают «Авла Отче», Духом усыновления, которого посылают через Сына. И все прощения этой молитвы имеют смысл царственный, то есть, о пришествии Царства, и они имеют духовный смысл, как мы говорили. Даже прощения о хлебе насущном на самом деле имеют смысл евангельский, смысл христоцентричный. «Дай нам хлеб живой, сходящий с небес, для того, чтобы напитать душу нашу к жизни вечной». «Ибо нам надлежит заботиться не о земном, не о пищи клены, но о той, которая пребывает в жизнь вечную». И вот эта молитва Царства, первое прощение у нас было «Да светится имя Твое». Мы знаем, что светиться имя Божие может только через Иисуса Христа, ибо в Нем Он открылся. Невозможно светить или чтить Отца, не зная Сына. «Да преди Царствие Твое» мы разбирали. Это связано с пришествием Само Иисуса Христа в палате. Мы ожидаем и приближаем пришествие Иисуса Христа, и о том молимся. Потому что только с Его пришествием наступит в палате Царствие Божие. И мы приближаем этот день также через то, чтобы благовествовать. Потому что Иисус обещает, что когда проповедано будет Евангелие Царства по всему миру, затем конец. То есть грядет Сын, и наступает уже жизнь другая. Уже наступает жизнь вечная, без конца для праведных и для неправедных вечное осуждение. Воля Его, которая совершается дальше прошения в исполнении воли Его, это молитва о том, чтобы в первую очередь, опять же, прославилось имя Иисуса Христа через проповедь, через свидетельство, через жизнь, которую являют ученики, миру. Потому что воля состоит в том, чтобы прославился Сын. А Сын приходит, чтобы исполнить волю не свою, но волю пославшего Его. И когда Он молится, не моя воля, но твоя, да будет, мы также перенимаем эту молитву, мы ищем того, чтобы прославился Христос. Просто раз мы изучали о хлебе, о молитве о том, чтобы Он послал нам на каждый день обетование Евангелия, для того, чтобы набитать нашу душу. И вот в этом контексте, 12 стих уже, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Прости нам долги наши. Вот в этом контексте мы видим важность вот этого хлеба, сходящего с небес. Без Арнца Божия мы не можем прощать. Интересно, что греческое слово, которое Новый Завет использует, говоря о прощении грехов, имеет базовое значение высвобождать, отпускать и оставлять. В некоторых местах Нового Завета, на самом деле, этот глагол и переводится как «вооставление грехов». Например, при установлении вечерей Господь говорит ученикам своим, «Ибо сия есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемое вооставление грехов». Но интересное дело, что у нас переведено в «вооставление», и это правило, разумеется, перевод, это определенный нюанс понимания, что прощение, которое мы склонны воспринимать, как нечто автоматическое, или само собой разумеющееся, или же как правило хорошего тона, подразумевает нечто объективное. Грехи должны быть отпущены для того, чтобы они действительно могли быть прощены вооставление грехов. Также, когда Иоанн креститель является в пустыне, он проповедует крещение покаяния для прощения грехов. То же самое слово. Для того, чтобы отпущены были грехи. «Но Иоанн сам говорит, что я крещу вас водою, но, идущий за мною, сильнее меня он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Дух суда и Дух огня, Исаия 4,4, изливается на дом, который очищен предварительно кровью. На них изливается вот этот Дух, который еще более очищает и освящает народ Божий. Иоанн креститель также возвещал вот эту весть о покаянии для того, чтобы приготовить народ. И пророчество, данное об Иоанне крестителе, содержит такие слова. «Дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их». «Дать уразуметь или же понять народу спасение в прощении грехов их». Мы на самом деле, когда говорим о прощении грехов, мы имеем дело с самой сутью, с центром, с сердцем христианской веры нашего упования. Прощение грехов. В нем мы имеем искупление. Кровь его прощение грехов. Об этом говорит послание к Ефесянам 1, глава 7 стих и послание Колоссяна в 1 и 14 стихах. Суть упования нашего – это отпущение грехов через кровь Иисуса Христа. Это, кстати, то, чем христианская вера отличается от всех остальных религий и философий, которые претендуют на какие-то пути к Богу, претендуют на какой-то мир, на установление гармонии между человеком и Создателем. Но нет гармонии, нет мира до тех пор, пока нет пролития крови. И хотя часть религии имеет представление о том, что нужно приносить некие жертвы, лишь одна религия, лишь одна вера имеет кровь Агнца, которая берет на себя грехи мира. Когда Господь приходит в Капернауму в субботний день и дают ему, вручают ему свиток книжный, ему дают прочитать из пророка Исаия, из суверенной воли Бога, дан ему тот отрывок, которому надлежало прочитать. Он встает и зачитывает это место из Исаия. Глаза всех устремлены на него, все внимательно его слушают. И он открывает этот свиток и читает. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцев. Проповедовать пленным освобождение, тот самый глагол, и от него отглаголенное, как называется, да, это прилагательное освобождение, то есть прощение, слепые прозрения, отпустить измученных на свободу. Второй раз используется этот глагол в этом отрывке. Он произносит это в синагоге в день субботний, и глаза всех устремлены на него, потому что люди понимают, что-то происходит необычное. Он приписывает эти слова, и он потом говорит, исполнилось то, что здесь написано в ваше слышание. Итак, Господь явился, и Дух Господень на Нем, чтобы благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, пленным освобождение и в этом прощение, и отпустить измученных на свободу. Когда мы вспоминаем притчи о Иисусе Христа, о взаимодавцах, о долге, Господь упоминает также о мучителях, которые истезуют должников до тех пор, пока тот не отдаст до последнего кадра. Это самая мелкая монета, как пени, как, не знаю, десяти копейки сегодня, то есть которая практически ничего не стоит. Долг. Мы возвращаемся к нашей теме. Прости нам долги наши, как мы прощаем должника нашим. Для того, чтобы отпущены, прощены были долги, должно произойти искупление, должно произойти выкуп. То есть те, которые находились в плену, по причине долга перед Богом, должны быть освобождены. И эти измученные должны быть выпущены на свободу. Видите, создается картина того, что мы по природе своей находимся в рабстве. Мы находимся в плену, и мы содержимся, как бы, в свое рода, в долговой тюрьме, потому что у нас имеется долг перед Богом. Долг перед Богом. В тенях и образах Ветхого Завета идея долга, которую мы имеем перед Богом, передавалась на уровне горизонтальных, взаимоотношений между израильтянами. Слушайте, я зачитываю один стих из Второзакония 15. Это касалось прощения долга, и прощения долга, которые израильтяне могли иметь друг перед другом. Второзаконие 15 глава, второй стих. «Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа». То есть реальный долг, который мы понимаем, который заключается в военном количестве денежных знаков, или в каком-то куске земли, или еще в каком-то имуществе, который человек может реально иметь перед своим взаимодавцем, должно по закону, по истечении определенного количества лет, в год юбилейный должно прощаться. И в этом и состоит прощение, что отпускается долг, освобождается, прекращается долг. Ибо, написано, провозглашено прощение ради Господа. Она происходит не просто так, а ради Господа. Господь повелевает это делать, потому что Он Сам прекращает долги наши. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Интересно, что в Евангелии от Луки, где также дается вариант молитвы «Отче наш», этот самый стих, это самое прощение звучит несколько по-другому. У Луки в 11 главе 4 стихом написано, «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашим». Я помню, как-то у меня был спор с одним человеком, который много, на самом деле, это целое существует, динаминации, сейчас они не так активны, как, наверное, в 19 веке, в первом половине 20-го, которые верят в так называемое полное освящение, в безгрешное совершенство. И эти люди и церкви говорят о том, что христиане не грешат. Просто-напросто у них нет грехов. По крайней мере, если это действительно христиане, они не грешат. В последний раз он согрешил 25 лет назад, такого-то числа, в такой-то год, потому что с тех пор он осветился, и он не грешит. И когда указал этому человеку, исповедующему такого рода веру, я указал на то, что молитву, которую оставил Господь нам, говорит о том, чтобы каждый день, каждодневно молились о том, чтобы Господь прощал нам долги наши, которые мы имеем перед Ним. Он говорит, долги – это не грехи. Есть разница между грехами и долгами. И указал ему на это самое место из Луки, параллельно, которое Писание объясняет Писание, где дается та же самая молитва, но она раскрывается. Прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему. На самом деле, мы, конечно, по невежеству своему можем только такого рода вещи утверждать или различаться, потому что арамейское слово, язык оригинала, на котором Господь говорил с учениками, это не был греческий, которое используется по отношению к греху, оно включает в себя понятие долга, но оно настолько широко, что одним словом его нельзя передать. почему в одном месте это передается как долги, а в другом месте это передается как грехи. Суть одной и той же. Потому что человек перед Богом имеет реальный долг, обязанность послушаться его и совершать все то, что он велик, и не делать то, что он не велик. Существуют грехи совершения, когда мы делаем то, чего не должны делать, и есть грехи упущения, когда мы не делаем то, что должны были делать по заповедям Божьим. У тех, кто не имеет написанного закона, у них есть закон совести, говорит Павел, который написан в сердцах, когда человек разумеет добро, разумеет право, разумеет справедливость, однако даже этого он не делает, и потому совесть его то оправдывает, то обвиняет его, и этот конфликт происходит от того, что человек знает. Те, кому даром откровение, иудеи, и христиане, они имеют написанный закон, из которого они узнают, что есть воля Божия. И мы не исполняем закон, и таким образом становимся должниками перед Богом. В молитве «Общий наш». Когда заканчивается эта молитва, Господь дает нам образец, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Дальше Он говорит о том, чтобы не веди нас в свое искушение, но избавьтесь от лукавок, и потом говорит, ибо твое царство, и силы, и славы, и камень. И далее, мы читаем, Он дает комментарий, Он возвращается только к одному прошению в целой молитве, и это прошение то самое, которое мы изучаем сегодня. Смотрите, Он 15-м стихом, из Евангелия от Матфея, 6-го, я его читаю. Он говорит, «А если вы не будете прощать людям согрешение их, то Отец ваш не простит вам согрешение ваше». Он особо возвращается после того, как Он дает образец молитвы, Он обращается именно к этому прощению. И Он говорит о необходимости, так же, как, например, евангелист Марк, он передает это, «И когда стоите на молитве, если имеете что-то против брата своего, прощайте». Мы должны их прощать. И Он говорит прямо, черным по белому, «Если не будете прощать людям согрешение их, то и Отец ваш не простит вам согрешение ваше». Почему существует такая взаимосвязь между тем, как мы прощаем, и как прощает нам Господь? В Евангелии от Луки, в седьмой главе, Господа Иисуса, когда большинство людей не знали, что Он есть истинный Господь, но Иисуса, знатного Учителя, у которого определенная слава, приглашает некий фарисей по имени Симон. Он приглашает его вкусить хлебом, и заодно посмотреть, что это за действительно учители пророк, посмотреть, каково его поведение, на самом деле, он вписывается ли в наше представление о законе, о Торе или нет. И во время того, как Он приглашен на этот званый обед или ужин, в продолжении этого пиршества появляется женщина, которая приносит с собой лавастровый сосуд драгоценного масла, она пристраивается где-то у ног Иисуса Христа, она плачет слезами покаяния, натирает ноги его волосами головы своей и помазывает ноги его драгоценным маслом. Наблюдая за всем этим, приглашенные фарисеи и Симон, который пригласил Господа, он внутри себя говорит, если бы этот человек точно был бы пророком, он узнал бы, что это за женщина перед ним, что она грешница, что ее близко нельзя подпускать, отвечать. И вот Иисус к нему обращается, зная быстро его, зная все помышления. Обратившись к нему, Иисус сказал, Симон, я имею нечто сказать тебе, он говорит, скажи, учитель. Иисус сказал, у одного взаимодавца было два должника, один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят. Но как они не имели, чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбил его? Симон отвечал, думай, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. И далее он говорит о женщине, о том, как она поступила. И ниже он говорит, потому сказываю тебе, прощаются грехи многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. И Иисус сказал, прощаются тебе грехи. Итак, здесь картина взаимодавца должников. Они должны неимоверные суммы денег. На самом деле, пятьсот динариев это огромная, огромная сумма денег. Не знаю, как перевести это на сегодняшний день, но это очень большая, очень большая сумма денег. Динарии, нет, мы ее пропитали, я считаю, человеком. Но мы понимаем, что мы понимаем, он сам говорит, они не имели чем заплатить. Это огромный долг. Пятьсот динариев противоположишься, однако пятидесяти. Нечто немножко более подъемное. Но мы должны понимать, что это есть притча и насказание, которое передает духовную истину, которую нужно понимать не столько буквально высчитывать точный эквивалент сегодняшних денег, а понимать духовный смысл. Другими словами, человек имеет долг перед Богом, который истинно является законодателем, истинно является праведным судьей. И вот Бог прощает долги. Причем написано, что Он прощает обоим долги. И Он задает вопрос этому фарисею, Симону, и Он говорит, кто, по-твоему, скажи, кто из них более возлюбит Его, то есть тому, кто простил долги? Нет. Симон отвечал, дума, тот, которому более простил. Он сказал, правильно ты рассудил. На самом деле, у всех людей, живущих, перед Богом долг, который они не могут выплатить. Когда Он говорит, что будет находиться в заточении, пока не выплатят до последнего кадранта, это никогда не произойдет. Последний кадрант, если Бог спрашивает, Он никогда не будет выплачен. Именно по этой причине существует ад. Это настолько непредставимо для наших не только плотских умов, мы настолько гуманистические, то есть мы настолько сосредоточены на человеке, для нас трудно представить, что существует такое место мучения, которое длится вечность, которое не прекращается. Нам трудно это представить, каким образом можно так провиниться, чтобы нужно было выплачивать и никогда не выплатить во всю вечность. Нам кажется, что должен наступить где-то предел, потому что мы мыслим по-человечески, потому что наше представление о долгах перед друг другом, оно, разумеется, ограниченное. И нам трудно представить, что существует тот, чья святость, праведность бесконечны. И преступление против которого даже один грех, как когда-то прародители, которые нарушили одну заповедь, написанную, данную им, явно, разумеется, они при этом нарушили массу других заповедей, но это уже мы выводим скорее логическим путем. Они нарушили одну заповедь, и они верили себя и все потомство свое после себя в смерть. об этом говорит в послании Кримина 5 глава 12 стиха. Одним человеком, преступлением одного человека входит грех и входит смерть, и переходит даже на тех, которые не согрешили по образу Адама, то есть на младенцев, которые сами по себе еще ничего не совершили. Мы знаем, что младенцы умирают, как в утробе, так и в неутробе, у которых нет еще своих собственных сознательных грехов, однако сам тот факт, что они умирают, говорит о том, что они также рождены во грехе, ибо возмездие за грех смерть. Возмездие за грех смерть. И смерть не просто физическая, смерть, которая длится вечность. Вот в этой притче, которую Господь рассказал Симону, Он показывает, Господь показывает, что те, которые действительно познают отпущение грехов, которые опытным путем в сердце осознают, что это тот самый Иисус, который отпускает измученных на свободу, который проповедует пленным освобождение, это тот самый, через которого расторгаются узы, которые держали людей, который связывает сильного человека, то есть дьявола, и тех, кто находились в его плену, он отпускает их. То есть, те, которые познают это, они потом склонны и прощать других, поскольку они любят того, кто возлюбил их, который простил им, и потому они так же будут прощать, они так же будут прощать. Здесь возникает вопрос, если мы говорим, это молитва для верующих, Отче наш, это обращение верующих, если это старая церковь, если верующие в принципе об этом знают, почему Господь особо подчеркивает о том, что если вы будете прощать, то и простит вам Отец ваш небесный долги ваши, если вы не будете прощать, то не будет вам прощаться. Почему это дается и почему это так важно? А вот почему. Когда вспоминаем учеников, когда Петр подходит к Господу, он говорит Господи, сколько раз прощать брата Муса решающего против меня, до семи раз, оба людей, все семь, совершенно число, полнота Божий, шесть дней садов Бог небесный седьмой день почитил, семь раз полнота Божий, семь вас простил, все достаточно. Он говорит, но не скажу тебе не семь раз, но семь раз, то есть 490 на самом деле имеется ввиду, сколько бы раз не приходил брат и не кался при тобой ты обязан прощать его, принимать потому что Бог принимает нас Бог принимает нас но у нас остается эта тенденция у нас остается плотская тенденция склонность чтобы держать друг против друга обиду и не прощать и вот здесь Господь использует некую палку здесь определенный кнут в том плане что я простил тебя и ты прости и на самом деле он делает это так что не простившие ближнего своего мы не можем познать прощение Божие он как бы связывает это одно с другим он напоминает нам посмотрите с одной стороны мы не должны считать что каким-то образом исполнив эту заповедь мы приобретаем прощение никакой образом это было бы поставить телегу впереди лошади лошадью двигателем локомотивом является Бог который простил грехи и это в прошедшем совершенном времени посмотрите посланник эфесяна 4 глава 31-32 стихи окончание 4 главы эфесяна апостол павел говорит всякое раздражение и ярость и гнев и крик и злоречия со всякой злобой да будут удалены от вас но будьте друг к другу добры страдательны прощайте друг друга как и Бог во Христе простил вас прощайте друг друга как и Бог во Христе простил вас а если не прощаем а если не хотим простить но тут лакмусовая бумажка нашего вероисповедания вот это одно я думаю что это одно из тех вещей которые мы практически должны использовать для испытания из себя почему мы должны удаляться для личной молитвы молитвы все вместе недостаточно каждому надлежит уходить из своей комнаты затворять двери потому что у каждого есть свои личные счеты перед Богом и мы должны просить о том чтобы дана была нам благодать видеть себя свой долг 500 динариев который мы не сможем выплатить во всю вечность и что Бог просил во Христе а если Он нам простил грехи то тогда может быть и мы можем простить тех кто должен нам несколько копеек у Чарльза Спёрджина знаменитый проповедник не нуждается в особой рекламе впрочем как и в особых может быть почестях интересное дело что очень часто на него нападали и он становился объектом клеветы несправедливого осуждения и он воспринимал это с благодатью действительно с благодатью так что это вызывало изумление а поскольку Спёрджин был достаточно популярным проповедником так сказать в свете софитов и когда на него летели какие-то кляузы или несправедливые обвинения окружающие могли это видеть или слышать и у него спрашивали брат Чарльз как у тебя это получается ведь то что тебе говорит тот или тот это ведь совершенно неправда это ведь клевета навет и так далее это как кусок грязи каким образом ты можешь это все сносить и ты не выходишь из себя ты не обретаешь вот эту мстительность когда человек стискивает кулаки начинает желаки здесь все я сделал вот так как он мне сделал мы не видим в тебе этой мстительности как каким образом такое может быть что тебя несправедливо обвинят а ты тем не менее даже не заводишься даже не не скипаешь от злости и споржа сказал что следующее я не могу точно воспроизвести но это и не стих писания чтобы нужно было заучивать он говорит примерно следующее он говорит что я Господь дает благодать видеть мне каков я перед Богом что ни одна из этих кляус ни одно из этих несправедливых обвинений даже не приближается к тому кем я действительно являюсь перед Богом Асфол Чемберс другой пиетист сказал что через благодать Духа Святого Бог для этого открывает то что ты лично находящийся сейчас на коленях в молитве что на всей земле нету преступника в половину такого плохого как ты являешься и когда ты осознаешь это что это на самом деле так оно и есть что с нас как бы капает эта слизь и грязь каковы мы перед Богом как мы нечисты то тогда даже все наветы и все несправедливые обвинения они уже кажутся не такими потому что используемые другими словами они не знают какой он сам поэтому это ничего это можно простить я думаю что это христианское отношение это это то самое практическое освящение которое много любят говорить сегодня практическое освящение которое приходит через осознание с одной стороны святости Божьей и нашей греховности нашей личной греховности не очень люди упоминают людей еще одно упоминаю из людей Джонатан Эдвардс который когда читаешь дневники его так называемое решение которое он принял еще в подростковом возрасте они читающих у меня возникает чувство депрессии я думаю ну я вообще неверующий сравнивая себя с теми чувствами с теми исповеданиями Эдвардса я думаю я рядом не стоял я абсолютно лицемер я где-то вообще вовне потому что это выдающийся святой это то как представляется это то как нам представляется когда мы приближаемся к людям которые действительно познавали благодать однако этот же человек пишет в дневниках своих что порой молитва его заключается в том что только бьет себя рукой в грудь и говорит грех на грехе грех на грехе весь я грех и один грех я делаю и один грех и один грех провозглашаю нет во мне ничего кроме греха и этот человек искренний он это осознает это не является параной это не является каким-то психозом почему Господь не дает это осознание постоянно ну наверное для того чтобы мы не нам не стало мы не могли это вынести помните Иисус говорит ученика много имею сказать вам но не можете это вместить вы не можете вынести Господь не раскрывает на всю славу Он не раскрывает на все о нас потому что мы если мы не вадимы духа мы можем поступить так как Иуда поступил вместо того чтобы обратиться к Господу он подумал что он слишком плохо чтобы явиться перед перед Господом то есть здесь должен быть баланс между благодатью и познанием собственного греха мы должны осознавать свой грех но мы не должны думать что все теперь мне нужно удалиться с земли как камень пойду я от лица Божьего напротив поскольку скрыться от Бога невозможно нет такого места даже в преисподне где можно было бы скрыться от Бога то бежать нужно к Нему потому что именно Он сам же и снимает нас бремя Он же сам снимает бремя мы вновь и вновь возвращаемся к Евангелию Иисус Христос ученикам в своем говорит в окончании Евангелия от Луки 24 главе 46-47 стиха Он говорит открыв ему к разумению Писателя Он говорит и сказала так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах начиная с Иерусалима покаяние и прощение грехов реальное исповедание осознание перед Богом долга нашего что Он есть и что мы согрешили и лишены славы Божьей и в то же время прощения грехов Петр в день Пятидесятницы первое что он говорит к тем кто обращается к нему с пронзенным умиленным сердцем то есть возрожденные грешники которые говорят братья что нам делать он говорит покатись и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов в знак прощения отпущения грехов далее говорится в 10 главе книги Деяне 43 стихом о том что о Нем о Христе все пророки свидетельствуют что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его и нет ни в ком ином спасения говорит да Петр спасение заключается в прощении грехов христианская вера строится на некоторых вещах которые как бы базовые фундаментальные и однако люди постоянно как бы спотыкаются как вот Иисус Христос есть камень претновения он соблазн люди как бы видят и отвергают этот камень который должен быть во главе угла вещи базовые однако уши тяжелее мы это слышали мы это знаем и всякий раз человек по греховности своей пытается построить какой-то альтернативный путь к счастью альтернативный путь к исполнению своих мечтаний своих помоств забывают о том что спасение главным образом искрупление в прощении грехов и прощение грехов через кровь Иисуса Христа через смерть Его за нас это Евангелие который с одной стороны понимает дети иногда исповедуют веру Иисуса Христа живую и истинную шести лет пяти лет я не знаю каков нижний порог когда люди могут реально понимать и в то же время это упускает маститые академики интеллектуалы у которых великий процент IQ которые изведали глубины математики и не могут понимать и многие христиане исповедующие упускают это самое или же говорят Ренат это все базовое это Евангелие это Евангелие для кого? для новых людей для тех которые еще не уверены для тех которые еще не обратились а тех которые уже в церкви 10 20 лет 25 лет и выше им нужно уже нечто более другое может быть более глубокомысленное может быть что-то такое академическое но не требуется Евангелие это не так мы начинаем с Евангелия и мы заканчиваем с Евангелия и мы должны говорить эти слова друг другу потому что в этих словах жизнь и нету другой жизни кроме как через кровь Иисуса Христа которого мы исповедуем И если мы имеем это и только когда мы имеем это веру тогда мы можем прощать должникам наших от всего сердца и когда Господь дисциплинирует нас мы признаем перед Богом что неправильно было от меня удерживать обиду против брата своего и не прощать в то время как ты простил мне большой мордок перед тобой на этом все и закончим побудем за все слава спасибо